МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они связаны с, скажем так, налогами, коэффициентом К2 и налогом на имущество наших физических лиц. И, наверное, надо сейчас как бы успокоить наше, в первую очередь, предпринимательское сообщество. Те решения, которые приняты, они оставляют налоговую нагрузку на прежнем уровне, а в ряде случаев ее даже снижают. Да, совершенно верно. Юрий Иванович, действительно важнейшие решения сегодня были приняты Думой. Они, это плод такой работы совместной Рязанской городской думы, администрации города, потому что это тема даже не столько экономическая, сколько это политическая. Это политика по отношению к предпринимателям как очень серьезной экономической компоненте и тем людям, которые во многом и обеспечивают картину развития, экономическую картину развития, в данном случае в городе Рязани. То, что касается налога на имущество физических лиц, прежде всего, делаются налоговые послабления, а мы промомочены принять такое решение на нашем уровне, тех налоговых нагрузок, которые относятся к имуществу предпринимателей, причем это имущество задействовано в производственном процессе. Для чего это необходимо? Для того, чтобы активизировать ту работу, которая проводится малым и средним бизнесом в своей части, направленное на улучшение экономического развития своего предприятия, в данном случае и всего города. Это необходимо, мне кажется, делать. И в условиях достаточно непростых, экономических в целом, мы говорим о безусловной поддержке предпринимательства. Но это такой и общефедеральный тренд. Мы говорим об этом на местном уровне. Федеральные органы государственной власти призывают на высоком уровне, общегосударственном. Поэтому мы находимся как бы в фарватере, в русле той политики, которая сегодня проводится по отношению к малому и среднему предпринимательству. То, что касается коэффициента базовой доходности, корректирующего К2, то вы помните, что достаточно много было вопросов у предпринимательского сообщества год назад. Тем не менее, в марте нынешнего года мы приняли документ, также поработав совместно с администрацией города, который предусматривает те налоговые ставки, которые у нас по К2, которые действовали у нас до, вернее, в 2013-м году, в 2012-м году. И сейчас, кстати, они продолжают действовать, чтобы они оставались на прежнем уровне. Мы провели, принимая решение по следующему году, многократное совещание вместе с администрацией города и выработали позицию, согласно которой все должно оставаться так, как есть на сегодняшний день, чтобы не усугубить, не ухудшить положение предпринимательского сообщества. В нашей студии были представители, в частности, деловой России. Мы обсуждали этот вопрос. И, в общем-то, со стороны предпринимателей звучат действительно слова благодарности в адрес городских властей. В том плане, что действительно взвешенное решение не повышать коэффициент базовой доходности К2, поскольку время сейчас не самое лучшее для возможных повышений. Конечно. С другой стороны, мы понимаем, что бюджет как-то надо наполнять. И, тем не менее, это вопрос тоже важный, вопрос стратегический. И те параметры, которые у нас, корректирующие коэффициенты, которые действовали ранее, они будут действовать и в следующем году. Сам документ, который мы приняли сегодня, он абсолютно идентичен тому, который мы принимали в марте нынешнего года. И, согласно этому документу, в случае необходимости администрация города должна уже на 2017 год дать свои предложения. Либо это будут те ставки, которые будут действовать и в 2016 году, либо новые, но с учетом мнений, замечаний со стороны предпринимательского сообщества. Тут надо смотреть, как будет развиваться ситуация с экономикой страны. Но в любом случае возвращаться, согласно нынешнему решению, к документу годичной давности мы не будем. Тому документу, который вызвал у предпринимательского сообщества много вопросов. Вы знаете, я не боюсь об этом совершенно говорить, поскольку, наоборот, это является показателем того, что власти города и городская дума и администрация города слышат предпринимательское сообщество, реагируют на те, скажем так, призывы, на те слова, которые идут от предпринимателей. И я считаю, что мы действуем оперативно в этом отношении. Так что, мне кажется, у нашего предпринимателя вопросом к властям города и области в этой части быть не может. Я тоже считаю, что бояться абсолютно нечего, потому что кто-то из великих, по-моему, сказал, что силы власти как раз в умении признавать свои какие-то отдельные ошибки и недоработки. — Александр Анатольевич, сегодня вопрос о бюджете города на 2016 год не рассматривался, но, тем не менее, бюджет 2016 официально внесен в Рязанскую городскую думу, и этот уже ряд комитетов этот вопрос рассмотрел, внес свои предложения, изменения в главный финансовый документ. Давайте сейчас расскажем нашим телезрителям, как дальше пройдет обсуждение бюджета 2016. — Да, главный финансовый документ две недели назад был внесен в Рязанскую городскую думу главой администрации, и надо сказать, что сроки внесения документов были все выдержаны. Администрация провела большую работу, достаточно сложную, потому что, скажем так, в условиях нынешних финансовых, непростых, общефедеральных, все должно быть сбалансировано, каждая копейка должна тратиться ровно туда, куда нужно, и на пользу людям, поэтому при этом есть определенная разница, и была разница между доходами и расходами на сегодняшний день. Вот эта разница, она минимальная, и задача, которую поставил губернатор Рязанской области и городу Рязани, и другим муниципальным образованием, она одна, сделать так, чтобы расходы не превышали доходы. Это правильно. И, конечно, в этом отношении администрация, проведя большую работу, представила тот бюджет, который делает абсолютно минимальный, по-моему, такого минимума, такой разницы, минимальной разницы не было не только последние годы, но и ранее. И мы, в общем-то, говорим о сбалансированности этого бюджета с точки зрения поставленной задачи. Что касается характера бюджета, как я уже говорил, он является социальным, мы с вами, в общем-то, на ряде комитетов, в том числе по горхозяйству, давали и по бюджету, давали предварительно еще до формирования бюджета 2016 года поручения администрации, которые касались бы вопросов реализации задач, которые перед нами ставят в наших округах наши жители. Считаю, что они во многом, уже во многих аспектах, они выполняются, и параметры в основе своей заложены такие, что есть возможности именно идти навстречу интересам наших жителей, навстречу решений тех задач, которые перед нами ставятся, как перед депутатами, и, безусловно, это не может не радовать. Конечно, сейчас сложно прогнозировать, какой будет общей тенденцией с точки зрения финансов и экономики следующего года, но, опять же, вот та минимальная необходимость, которая сохраняется на уровне бюджета, социальная, прежде всего, направленность максимальная, она является отличительной чертой формирования нынешнего бюджета. Да, действительно, в комитетах уже началось обсуждение при получении бюджета, мы еще продолжим эту работу, но могу отметить, что были назначены публичные слушания по рассмотрению бюджета, они 2 декабря состоятся в Рязанской городской думе, и эти слушания как раз дадут возможность уточнить, услышать и принять уже впоследствии, когда мы будем принимать сам бюджет, те решения, которые будут необходимы для развития города и для комфортной жизни людей. Большое спасибо, Андрей Кашаев, глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы, о ее сегодняшнем заседании и работе с бюджетом 2016. Это была программа подробностей, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова